Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Просто о вере» и я и ведущий Протеирей Иоанн Мохов. В нашей передаче мы говорим с вами о православной вере самыми простыми словами и все, что касается нашей веры православной. Сегодня мы поднимаем достаточно важную тему. Может быть, мы не раз о ней говорили в каких-то категориях, больше или меньше, но сегодня мы постараемся, насколько возможно, в нашем кратком времени акцентировать внимание вас, дорогие телезрители, на том событии, которое проходит красной нитью через весь православный год в России. Мы говорим о памяти преподобного Сергия Икумина Раднишского. Вся Россия чудотворца. 700 лет, такой значительный юбилей празднует Россия. Но и не только Россия, и те, кто находится вне России и знает имя преподобного Сергия Раднишского, те, кто считает его историческим деятелем, религиозным деятелем, культурным деятелем, те тоже отмечают его сегодня память, помнят об этом. Наша передача выходит в канун второй памяти преподобного Сергия Раднишского. Об одной памяти мы говорим летом, а вторая память преподобного Сергия у нас в канун нашей передачи. 8 октября, день преподобного Сергия Икумина Раднишского. В нашей передаче сегодня нашим экспертом, нашим гостем является иеромонах Нектарий Мухов. Отец Нектарий, здравствуйте. Добрый день. Я рад сегодня вас видеть и слышать, и общаться с вами, потому что эта тема очень важная для каждого нормального человека, не только православного, а патриота России, потому что имя преподобного Сергия Икумина Раднишского – это имя человека-героя, это человека, действительно, который любил Россию, любил народ. И сегодня мы, живя в это непростое время, конечно же, обращаемся к нему своими мыслями, своими пожеланиями, и учимся у него, как жить в наше непростое время, как действительно на деле осуществлять те заветы, которые он дал своим ученикам. Отец Нектарий, ну тогда и вопрос сразу. Преподобный Сергий Раднишский практически не оставил никаких поучений, которые в письменном виде до нас дошли. Мы знаем только его житие. Почему мы должны праздновать 700-летие преподобного Сергия Раднишского? Вообще, вот основная идея в чем заключается? Потому что взять тот самый XIV век, через который он проходил, жил в этом временном нашем бытии, тысячи людей, миллионы людей жили в России. Или сколько там, миллион, полтора, сколько вся была Россия, вот так сказать. Ну это вопрос к историкам. Почему мы не празднуем каких-то других персоналей, но только касаемся его? Дело в том, что преподобный Сергий жил тоже непростое время, когда Русь не была единой. Многие удельные княжества, они враждовали между собой. Князья, несмотря на то, что они были славяне, они были как чужие друг к другу. И поэтому самая главная идея Сергия Раднишского, это была идея объединения Руси. Объединение Руси, дорогие мои, невозможно без любви. И поэтому сегодня, если мы говорим о преподобном Сергии, мы должны вспомнить икону Святой Троицы Андрея Рублева. Потому что идея этой иконы, это идея единства, согласия, мира, любви, не только в России, но и в душах людей. И поэтому та Древняя Русь, которая была разобщена, она под действием вот этой благодати молитв преподобного Сергия, который молился о единстве в Древней Руси, он, конечно же, воспитал многих учеников, которые несли вот эту идею любви, миротворчества и деятельного такого монашеского подвига, любви к людям во все концы той Древней Руси, когда она существовала. Это во все те удельные княжества, где они проповедовали вот эту вот любовь, согласие. То действительно великий подвиг самоотречения от жизни ради того, чтобы служить верой и правдой своему народу, своей отчизне. — Отец Нектарий, вопрос вот такого плана. Вы учились в свое время в Твоей Церкви и Лавре, вот в Альмаматор для многих сегодня священнослужителей и иерархов Русской Православной Церкви, не только Русской Православной Церкви. И застали советский период. Вот сейчас мы говорим о патриотизме. Но вспоминая память Сергея Раднежского, в советский период тоже говорили о патриотизме. Каждый должен был любить свою советскую родину. Почему в период, советский период, в период, когда, значит, вроде бы стремились к вершинам максимального успеха, там, в освоении каких-то там космоса, там, недр земли, в море погружались. Ну, двигалась наша страна такими семимильными шагами, пятилетки были обозначены. Ну, церковь забыта, понятно. Она была закрыта религией. Почему Сергий Раднежский, он же был патриотом, был деть? Почему имя преподобного Сергия Раднежского тоже было под неким таким ветом? Почему не использовалось, как, скажем, ну, некий такой пример, к чему надо стремиться? Вот что случилось? Что родится Сергию и Лавру в советский период, она была закрыта, ну, практически два десятилетия. Вот. И потом в дальнейшем, то есть это вообще не было такого стремления к тому, чтобы как-то популяризировать родится Сергию и Лавру. И сам город Сергий в посад, посад рядом с Сергием, он назывался городом Загорским в честь одного из революционных деятелей. Вот чем мешал Сергий Раднежский в советский период, нашим гражданам советским? Преподобный Сергий, прежде всего, людей учил молитве, потому что без молитвенного стояния, без молитвенного подвига невозможно достичь совершенства любви. И преподобный Сергий, он молился так, действительно, горячо, что было ему и видение Пресвятой Богородицы. Были действительно, такие были чудеса, когда ученики видели, когда во время Евхаристии божественная благодать в виде огня сходила в потир, из которого причащаются верующие. И преподобный Сергий, он своей молитвой доказал, что невозможно совершить подвига любви без молитвы. А молитва в советское время, конечно, была запрещена. И сегодня, если мы говорим о молитве, то многие люди смущаются. Я не умею молиться. Молиться нужно научиться молитве. Без этой учебы невозможно достичь какого-то совершенства духа. И поэтому, я думаю, батюшка, если мы говорим о преподобном Сергии, вся диалемма заключалась в том, что, да, если мы будем говорить просто о Сергии без его духовного совершенствования, он не будет тем героем для советского периода. А вот если мы говорим о том, что действительно преподобный Сергий, как и везде сегодня мы слышим, это звучит действительно так. Это великий молитвенник за Русь Святую. Это великий молитвенник за наш народ. Он не только тогда жил, но и мы верим, что и сегодня он предстоит сегодня пред престолом Божиим за нас молять. И в советское время и другие святые, как, например, и Александр Невский, и Дмитрий Донской, и другие великие подвижники того древнего периода, Древней Руси, они тоже были забыты. И только в период Великой Отечественной войны тогда появилась авиационная эскадрилья Дмитрия Донского, танковая дивизия Дмитрия Донского, авиационная эскадрилья Александра Невского. И тогда уже начали люди понимать, что без обращения к своим корням, без обращения к тому подвигу наших святых, святых Древней Руси, Древней России, невозможно совершенствоваться. И поэтому сегодня для нас преподобный Сергий, это то окно, в которое мы смотрим, всматривая свое прошлое. А как я всегда люблю вспоминать слова нашего великого соотечественника Александра Сергеевича Пушкина, он который говорил, что без прошлого невозможно, у того народа, у которого нет прошлого, у того народа не будет будущего. И поэтому мы сегодня, всматриваясь как бы в глубины исторической истории, своего исторического прошлого и видя прекрасный образ этого святого, то, конечно, мы душой радуемся, что мы имеем такого подвижника, который из древней истории учит нас любви, единства и горячей молитве за свой народ. Интересный, Нектарин, давайте мы тоже обратимся к сюжету, подготовленному нашим журналистам, вернемся в студию. Знаете, уже время такое, что и о душе подумать пора, поэтому, знаете, вот здесь теплота, теплота и такое душевное спокойствие, вот здесь нет нервотрепки. Вот это мой любимый храм, и, конечно, о душе, оказывается, нужно в первую очередь думать, только здесь я это поняла, что неважно в каком возрасте, чем раньше, тем лучше, потому что из земной жизни любой человек потом переходит в вечную, веришь или не веришь, хочешь или не хочешь, но когда здесь уже на земле ты знаешь и Николушку, чудотворцу, Матронушку, и уже не страшно из земной жизни переходить в вечную. Сюда, в этот тихий академический переулок, люди идут целый день. Кто-то зашел поставить свечку и помолиться, кто-то посетить церковную лавку, кто-то узнать про воскресную школу, ну а кто-то пришел сюда в первый раз. Приход в честь преподобного Сергия Радонежского, один из первых образованных в Самаре в конце 90-х, был открыт в помещении бывшего хлебного магазина. И в настоящее время с благословения архиепископа Самарского и Сызранского Сергия ведутся работы по расширению и реконструкции храма, который после завершения строительных работ станет трехпрестольным. Наш храм является, наверное, вот таким вот простым, вот вы видите, да, но очень живым организмом, очень живым организмом, который дышит вот этой вот любовью Божией, вот, и который изливается на всех людей, которые сюда приходят. И вот все потихонечку, преобразовываясь, преобразовываясь, он вырос вот в большое монастырское, Самарское монастырское подворье Заволжских монастырей, в котором очень помещается много людей, культурных деятелей, деятелей искусств, СМИ и многих прихожан, для которых этот храм уже стал родным домом. В планах у служителей открыть крестильню, организовать полноценную воскресную школу и, конечно же, поскорее разобраться со стройкой. Кстати, каждый прихожанин может внести свою лепту в строительство прихода. Уже 8 октября Православная Церковь будет отмечать представление преподобного Сергия, игумена Радонежского, «Всея Россия чудотворца». Преподобный Сергий Радонежский в этом году действительно отмечен особенной памятью, хотя историки расходятся во мнении их точной даты его рождения. Есть некие вопросы, но год определен 1314. 700 лет прошло с того момента, Русь вроде бы объединилась. Потом она стала огромной страной, превратилась в империю, сегодня она сократилась. И вот мы сталкиваемся с таким вот, опять же, феноменом, наверное, и так, наверное, заотметить. То есть, в близлежащей нашей части, бывшей Российской империи, вообще нашей страны, на Украине, имя преподобного Сергия Радонежского считает, что надо вымороть, вычеркнуть, вычистить из истории. Его называют порой неблагодежным святым, который вот он все под Москву собирал. Вообще, вот такое мнение, вдруг, почему такая крайность, на ваш взгляд, почему в Киеве сегодня считают не церковной власти, а светской власти, что в учебниках имя Сергия Радонежского должно быть забыто. Преподобный Сергий своей душой родил о единстве Древней Руси. И, естественно, столицей Древней Руси была Москва. Стала Москва. Стала Москва. И под руку великодержавного князя Московского и всей Руси тогда, вот, он собирал все раздробленные княжества. Он даже закрывал те храмы, и он и такое имел дерзновение в тех княжествах и у тех князей, которые бунтовали против Москвы. Он запрещал, чтобы там совершались богослужения. Это говорило о том, что он понимал, что действительно должно быть централизованное государство. И сегодня на Украине происходят процессы далеко не православные, а далеко враждебные православия. Потому что, прежде всего, та сегодня идеология огня и меча, когда огнем и мечом разрушаются устои этого государства, Украины, мы сегодня, конечно, переживаем за тот украинский народ, которым разделение не объединение, а разделение. И как, например, и князь Владимир, и святая равноапостная княгиня Ольга и другие, они родили о том, чтобы народ именно жил верой и любовью. А если любви в народе нету, ненависть, сеется вражда, то, конечно, о каком единстве можно говорить? А преподобный Сергий, он именно был примером единения людей. И поэтому для сегодняшнего политического руководства Украины имя преподобного Сергия, оно является как бы нарицательным, потому что он учил единство. А сегодня они живут по принципу разделяй и властвуй. А это страшно. Нужно именно жить в любви, в согласии, в единстве со своей совестью, с Богом и со своими ближними. — Отец Никита, мы иногда святых начинаем в какой-то степени ставить образцом не только молитвы, духа подвижнического, каких-то подвигов, но иногда ставим в категорию, допустим, к этому святому с этим обращаемся вопросом, к этому святому с этим вопросом обращаемся. Сергия Радонежского как-то выделили среди святых как покровителя учащихся. И вот в России часто обращаются с молитвы к Сергию Радонежскому обучении. И даже вот в начало учебного года, когда многие школьники, и не только школьники, кто учатся в институтах, приходили за благословение на молебен перед началом учебного года, получали как благословение священников икону Сергия Радонежского, или вообще просто в молебнах писали преподобную Сергию. Откуда такое почитание? Ведь в житии мы знаем, что чудеса были изгнание бесов, исцеление людей, воскрешение мертвых. По его молитвам Господь даровал дважды троице Сергию Лавры источники пресной питьевой воды, там родники забили, они сегодня ныне существуют. Там вот нету ничего в житии, чтобы он детей чему-то учил. Не было там, что крестьянских детей привозили, потому что не было рядом деревень. Не преподавал он. Почему вдруг он становится для нас вот таким святым, которым как к авторитетному определенному ученым обращаемся по ходатайству за нас перед Богом? В чем здесь сокрыта тайна? Здесь, дорогие братья и сестры, раскрывается удивительная черта его жизненного пути. Когда он был еще юношей, ему очень трудно давались знания. И он переживал очень от того, что он плохо умел читать. Он плохо умел писать, но не мог. Не давалась ему грамота. И он начал заниматься самой простой молитвой. Он молился с усердием, просил, Господи, помоги мне. И вдруг однажды, когда он исполнял послушание своих родителей, и занимался, он пас скот, и вдруг ему явился ангел в виде старца, который вручил ему, видим, старца-монаха, и который вручил ему просфору и сказал, скушай это просфору, и будешь иметь великие знания, и ты будешь уметь читать. Он скушал просфору, и когда раскрыл книгу, он любил божественные книги, раскрыл псалтирь, и вдруг в этой книге он начал читать так, что даже когда потом пришел домой, и родители, услышав это чтение, они удивились, он же не умел читать, и вдруг стал читать так красиво, что они были удивлены, и когда они начали смотреть, кто же его научил, он говорит, вот он научил, смотрят, и никого нет. То есть действительно это было божественное явление ангела в виде этого старца, и учеников мы сегодняшние благословляем именно иконами преподобного Сергия, веря, что как он в молитве своей достиг этого разумения грамоты, и сегодня современную молодежь, когда благословляют на учебу, мы молимся преподобного, чтобы он помолился и за этих детей, чтобы они были мудрыми, грамотными и совершенными в делах обучения. Отец Никтальный, давайте мы наших спросим самарцев о том, с какими вопросами обращается преподобный Сергий, и вернемся в студию. Сергий Радонежский, один из самых почитаемых и самых любимых русских святых. Преподобный Сергий, покровитель Руси и русского народа во все времена. Объединитель русской земли, великий труженик, работавший с младых лет до самых последних своих дней. К святому Сергию прибегают в поиски смирения, избавления от гордыни. Преподобному Сергию молятся о детях, которым трудно дается учеба. К помощи Сергия Радонежского обращаются в любой беде и в любом затруднении. Также Сергий Радонежского просит о сохранении и защите страны российской от врагов. У меня сын Сергей, я поэтому, это наш святой. И в общем, ну так, конечно, я не хожу уж прям постоянно в церковь, но в душе всегда все есть. Помню, что в учебе к нему обращаются точно. А ты думаешь, помогает всем он? Ну, во всяком случае, мне помог, кстати. Говорят, ну, на самом деле, я считаю, что да, скорее да, чем нет. Сергей Радонежский покровительствует русской земле студентам и иногда обращаясь к нему. Сергей Радонежский покровитель студентов, солдат наших, ну, военнослужащих, вернее, ну, покровитель земли нашей русской. 600 с лишним лет прошло с тех пор, как Сергей Радонежский закончил свою земную жизнь. Но до сих пор, со всех концов России, стекаются люди к мощам преподобного Сергия. И много чудесных исцелений совершаются там, где когда-то, в дремучем лесу, поселился молодой Варфоломей, чтобы вдали от людей молиться Богу. В свое время, когда вы учились там, в Троицерге Лавре, это был советский период, Лавра немножко, скажем так, восстанавливалась, приходя в себя от всех потрясений XX века. И самое главное, сложное потрясение, когда она превратилась в какой-то момент советской властью, в каком-то общежитии, даже там, не знаю, какие-то разные были совершенные, непонятные институты заведены туда. Церковь разрушалась, но потом процесс остановился. Мощи Сергия Радонежского, они частично были в музеи возвращены. Глава преподобного Сергия Радонежского хранилась, насколько я помню, благочестивыми верующими людьми отдельно, она была возвращена. Существует некое, ну, среди православных, вот, насколько правды нет, вы нам подскажете, такое, нельзя сказать, такая легенда, что преподобный Сергий Радонежский, когда к нему обращаемся, он слышит всех. Вот, и даже его, скажем, молитва, она дает некий такой физический, потрясающий опыт того, что он действительно рядом был с тобой, говорят, и стаптывается его одежда. Насколько это правда, насколько это нет. Вы знаете, когда я учился там, я практически не пропускал ни одного дня, когда утром я бежал в Троицкий собор, где находится мощь святого преподобного Сергия, и всегда я молился у раки преподобного, прикладывался с благоговением к его святым мощам, вот, и многие свидетельствуют, как и я, когда я прикладывался, я ощущал не только благоухание от его святых мощей, но особую, как бы, теплоту, которая исходила от его мощей, а также происходило какое-то чудо, я сразу после того, когда помолившись у преподобного, то я ощущал уверенность в том, что у меня будет действительно все хорошо, и вот ощущение присутствия самого преподобного, не только мощами, не только видел я вот эти святые мощи, но и я чувствовал вот это вот особое состояние такого молитвенного духа, что рядом вот преподобный утешал меня, или там, допустим, укреплял меня, особенно во время сдачи экзаменов, мы там завали экзамены, там же мы учились и в семинарии в академии, и когда мы учились и во время обучения, приходилось перед экзаменами идти преподобному, чтобы получить, естественно, хорошие оценки на экзаменах, и мы всегда просили его благословения, и помощи. И, конечно, примером для меня был лично, это наш, мой дорогой учитель, это ректор в то время Московской духовной школы, семинарии академии, архиепископ Владимир Сабадан, который потом, позднее стал митрополитом всей Украины, экзархом Украины. Вот, и он всегда не начинал дня, чтобы не помолиться перед началом своей работы, перед началом своей деятельности, у преподобного, и я всегда ему помогал в чтении огромного количества записочек, которые подавали преподобного, чтобы он помог тому или другому человеку, страждущему, болящему, путешествующему. И я видел, с какой молитвенной дерзостью или ревностью святитель Божий, вот, владыка Владимир, молился у преподобного. Я учился этой молитве. И, конечно, вот эта молитва, она была явственно, помогала, что во всех моих делах, когда я находился там, в Троице Сергееве Лавре. И сегодня, когда люди едут в Лавру, то они всегда спешат к раке с мощами, чтобы получить утешение, помощь, вразумление и благословение на все остальные жизненные дела. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, хотелось бы отметить еще в конце нашей передачи следующее. Конечно, мы все сегодня живем в новое время. В новое время для нашей страны, для нашего Отечества. Для нас открыты многие границы. Мы можем посещать далекие страны. И если православный человек стремится, он может посетить великих угодников, великих святых божьих мирового православия. Но надо не забывать своих. Не надо забывать нашу Отечество. Не надо забывать свою историю. Потому что иногда разговариваешь, и говорят, я человек был там, я был там, я был там, полмира объехал. А коснуться нашей истории, а были вы в Троице Сергееве Лавре? Да нет, а где это? А Сергей Радонежский, а кто это? Таких вопросов, конечно, не должно быть. Потому что если мы не знаем своего Отечества, не знаем своей истории, не знаем своих святых, то, простите, грош нам цена. Можно объехать весь мир, но если мы не нашли здесь, в России, точку приложения своей силы, определение своего будущего, ну какие мы тогда православные русские люди. И поэтому в год преподобного Сергия Радонежского, накануне его святой памяти, мы, конечно, всех вас поздравляем с памятью преподобного Сергия Игумена Радонежского всей России, чудотворца. И желаем всем тем, кто был у преподобного Сергия, не раз еще съездить туда, кто не был, коснитесь своей духовной истории. Это наша колыбель православия. Обратитесь к ней, смотрите на себя, задайте себе вопрос, почему я там еще не был. Постарайтесь съездить, потому что Сергий Радонежский действительно всегда рядом с нами. Он пред Богом предстоит за Русь святую. Всего вам доброго, храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»!